Это я своё отдаю. Мы чувствуем в общественной жизни этого города. Мы чувствуем только самим нам. Больше никто за вас на этой земле думать не будет. Сегодня Бог нам предоставил шанс, чтобы каждый из нас, независимо от того, он так живёт. Почему мы не идём сегодня в милицию и прокуратуру? Потому что мы ищем своих родственников, знакомых, и делаем это всё по блату. Потому что мы так... Янукович не жил в нашем сердце. Мы выбирали его в этом городе. Я был, я знаю. И сегодня нам стыдно всем. Всем стыдно. И тем, кто за него... Так, но за нас никто это не сделает. Мы должны помнить одно. Что если мы сегодня не скажем своё «я», если мы не придём и не скажем власти, власть всегда должна помнить. И она первая должна была проорганизовать этот митинг. Потому что мы знаем, что она не в состоянии сегодня изменить экологическую ситуацию в нашем городе. Не в состоянии. Но если бы она имела совесть, хотя бы миллиграмм, она бы обратилась к нам, к гражданам этого города, и сказала, граждане, помогите нам решить эту проблему. Сегодня бы эти металловозы не возили бы и не разрушали улицу Краснофлотскую. Потому что тоже власть не может сказать, что прекратите издеваться над нашим городом, когда железная дорога пустует. Почему раньше возили металл с железной дорогой? Сегодня нет. Это тоже экологическая ситуация в нашем городе. Кто на это обратил внимание? Почему дороги до сих пор не перекрыты этим металловозом? Потому что наше равнодушие, потому что не по нашей улице ездят, потому что не нас это интересует. Пусть от крайностей наших далёких до границ здравых чувств бытия, ведь для добрых людей и жестоких есть одна лишь планета Земля. Как на ней уживаться народом? Как для них этот мир сохранить, если все мы стремимся к разводам и не можем друг другу простить ни обиды, ни обмана, убийства, даже взгляда кривого лишь мстить? А возмездия наши бесчинства, от которых не хочется жить, безысходность пугает повсюду. Столько зла в наших душах сейчас, сколько раз говорил, что не буду, но пишу ведь я правду для вас. А поэты всегда понимали, что к чему на проклятой земле и за что их подчас убивали, а стихи их сжигали в огне. Но, увы, скоро кончится это, и придётся нам всем умереть. Не хотели услышать поэта? Так готовьтесь в пропасть лететь. Все хорошие экологические начинания, все наши покрашения, всё, что намечено на прессу, что у нас сейчас творится в мире. Экологический кризис и коллапс захватил весь мир.